Здравствуйте, мои дорогие зрители! Это гигаскоростной проезд самой престижной мотогонки в мире! Мотогонка называется Isle of Man TT. Но не то, что I love man, я люблю мужчин, а на английском островмен. Isle of Man. Скорость здесь достигнет 220 км в час. А может даже и выше. Потому что нас везет Питер Хикман, рекордсмен этой гонки. В 23-м году он проехал все 60 км трассы со средней скоростью в 219,5 км в час. А это была средняя, не максимальная скорость. Едем по жилой зоне острова Мэн в городе Дуглас. Камера прикручена к подбородку водителя Питера Хикмана. И, кстати, Питер Хикман переводится как Петя Деревенский. Замедляя свой ход перед круговым движением и резким поворотом направо, выезжаем из столицы острова Мэн, города Дуглас, в сторону деревни Гленвайн. Известный тем, что женщина не до конца, не полностью поставила автомобиль на ручник свой Ситроен Берлинга. Вышла из него, автомобиль покатился назад и задавил ее насмерть. Вот скоро туда доедем, на такой скорости довольно быстро, может через минуту уже. Едет Питер на BMW HP4 Race. На Авито такой можно купить за 3,5 миллиона рублей. 224 лошадиные силы, максимальная скорость за 300 км в час. Едет, откровенно говоря, ну довольно быстро. Очень красивые ухоженные дорожки здесь на острове Мэн. Этот остров находится между Ирландией и Великобританией, является коронным владением британской короны. Вот то есть вроде не входит в состав Соединенного Королевства Великобритании, при этом не является колониями. Но такие вот исторически сложившиеся три острова. Отдельного гражданства они не имеют, как затрясет эта вещь. Вот сейчас как будто упадет или что, встает на одно колесо. Не повторяйте, дорогие зрители, таких трюков. Питер Хикман все-таки это профессионал. Ой, слушайте, что-то аж это у меня не то, что затрясся или прихватило, но опять на одно колесо встает, что ли. Лампочки у него аж там загораются уже желтые. Были даже красные. Сейчас руль согнет, сложат вместе руки. Так вцепился в него. Ракурсы убойные, дорогие друзья. Жаль, правда, камера на подбородке. Идите, чтобы было видно дорогу нормально. Ей бы следовало быть на шлеме сверху. А так большую часть экрана занимает приборная панель мотоцикла BMW HP4 Race. Есть просто HP4, а это именно Race. Ой, и что-то, ребят, как-то даже страшно стало смотреть. Ну вот, хоть немножечко сбавляет темп, притормаживает. Тут сейчас до этого слева стоял знак какой-то с желтой обводкой. Но на такой скорости разглядеть у меня его не получилось. Видимо, притормозил он из-за этого знака. Так-то, конечно, на дороге никого не будет. Никаких автомобилей, все контролируется. Уже довольно поздно. Закатное солнце. Едем сейчас как раз на запад, но скоро будет поворот направо. Примерно на одной трети проеденной, проеханной, заезженной дистанции. Пройденной. Так, наверное, будет корректнее. Гленвайн мы уже давно проехали. Извините, дорогие зрители, я вас не предупредил. Сейчас проезжает деревеньку Гриба. И именно в этой деревне расположено кладбище домашних животных. И, кстати, именно на острове Мэн вывели необычную породу кошек без хвоста. Может быть, это как-то связано. Итак, мы ехали по шоссе А1. И нас ожидает поворот направо на шоссе А3. Меняем направление с западного на более северное. Сейчас быстро доедем до деревни Балик. Где, судя по спутниковой карте, примерно 20 домов и торговый центр. Вероятно, с него и живут. Потому что в других деревнях, что мы приезжали, там торговых центров нет. Только в Балике. Вот сейчас был налево поворот на него. Очень красивые тенистые аллеи вдоль тротуара справа. Такое ощущение, будто ты идешь по парку. Может быть, здесь такая идея. Весь остров – это один гигантский парк с распределенными благами цивилизации. Где-то кинотеатр, в какой-то деревне торговый центр, а где-то даже целая игровая площадка. И, кстати, да, она есть, детская. И она тоже в Балике. Ох ты, очень близко, что ж ты делаешь, Питер Хикман? Хик, кстати, на американском сленге, значит, засос на шее. Ну, а Хикман, соответственно, получает еще одно значение, как человек-засос. Сейчас вся трасса 60 километров. Проедем мы ее всего лишь до 20 минут. Ну, то есть Питер Хикман проедет. Мы посмотрим. Сейчас едем через заповедник Гленн-Хеллен. Тут водопады, красивые прогулки. Вот парковка с трактиром. А, Питер Хикман смотрит на свою левую ногу. У него соскользнула нога с подножки. И он подумал, что мало ли пролилось масло. Но ничего не пролилось. Вероятно, скользнуло, потому что байк новый. Сейчас, кстати, будет опасный момент. Справа ферма Лэмпфелл. Возможно, разводят овец. Возможно, разводят еще кого-то, потому что в интернете написано, что эта ферма принадлежала поколению семьи Килли. Килли, соответственно, в переводе значит «убийчики». Кого они разводили на этой сельской дороге? Питер Хикман проезжает просто на максимальной скорости этот отрезок пути. Хотя на асфальте несколько раз мы уже сейчас видели надпись «Слоу». То есть помедленнее. Не нанесли ли эту надпись сами члены семьи Килли? Ох, какая красота! Да, какие поля, какое закатное солнце, освещение! Аж на одно колесо превстает от вдохновения Питер Хикман. Я с ним полностью согласен. Справа проезжаем конюшни Форджа, Кронка и Води. Здесь аренда апартаментов и различный отдых. Что интересно, никоим образом в этих конюшнях не заявлены лошади и кони. Видимо, и здесь их нет. Но почему тогда это конюшни? Возможно, под лошадьми и конями имеется в виду посетители сих апартаментов. О, опять по полям разгоняется Питер Хикман. 190 км в час сейчас скорость. Подзбавляет немного. Вот эта адская тряска и еще камеру походу подбородком специально трясет. Или челюсть у него просто так клацает, к которой прикреплена камера от скоростной езды. И все это, конечно, создает такой эффект присутствия адреналина. Причем Питер Хикман в комментариях к этой поездке отмечал, что когда солнце слепит камеру, ему слепят еще и глаза. И он иногда ничего не видел, куда ехал. Но так как он 13-кратный победитель ТТ гонки, то, наверное, маршрут он знает хорошо. Но все равно страшновато и жутковато. Мы въезжаем в городок Киркмайкл, что располагается близко к западному побережью острова Мэн. Люди живут в домах вдоль трассы, слушают вжух-вжух. Возможно, иногда хруст-хруст тоже слышат, но редко, надеюсь. Но в любом случае, наверное, здесь востребованы услуги хорошего стеклопакетчика. Таких гонок здесь проводится несколько в год. Плюс еще очень много энтузиастов мотоциклетных приезжают сюда на своеобразное паломничество. Здесь у них есть песчаные пляжи. Можно, наверное, купаться, устраивать пикники и закаты. Правда, должно быть прохладненько купаться. На всех фотографиях люди в пуховиках. Всяких летающих насекомых и прочего гнулся на острове Мэн очень мало. Вероятно, весь он был сбит мотоциклистами на полной скорости. Доказательства видны вот на заляпанном стекле. Скорость сейчас 185 км в час у Питера Хикмана. У меня такое ощущение сейчас. Знаете, как рот открываешь, и у него воздуха, как из турбины. Так, во-о-о, огромное количество. Ну, психосоматика так работает. Вот, наконец, замедляется. Слева был магазин поддержанных автомобилей, кстати. На панораме я смотрел. Там, например, Форд стоит где-то 18 тысяч фунтов. Это примерно 2 миллиона рублей. Подержанные, конечно, их поддержали. Но, судя по цене, отпустили довольно быстро. Ну, на мотоцикле так ехать страшновато. Ну, хоть на велосипеде можно на скорости поездить. И получится, как у нас тут на острове Мэн. И спорт, и экскурсия. Хорошие велосипеды по выгодной цене надо смотреть на мегамаркете. Тут отличный кэшбэк. Даже не просто отличный, а гигантский. В ноябре на все спортивные товары действует повышенный кэшбэк до 70%. Бонусами Сбер спасибо. Например, за покупку такого велосипеда можно получить до 4387 бонусов. Которыми можно оплатить до 99% от стоимости следующих покупок. А если есть Сберпрайм или с оплатой через Сберпэй, то бонусов будет еще больше. И это я не только про велосипеды. Здесь собраны миллионы товаров из разных категорий. Техника, продукты, мебель и многое другое. Все описания и характеристики сразу тут на сайте. Не надо ничего искать. На них реальные отзывы. Все можно изучить, понять, стоит ли и что брать. Плюс есть функция сравнения, чтобы наглядно посмотреть, что выбрать. Доставка всегда бесплатная. Просто всегда. Нет никаких нюансов тут. Заходите на Мегамаркет и посмотрите сами, какой там кэшбэк на нужные вам товары. Ссылки в описании к видео. Спасибо. Вот сейчас за считанные секунды мы проехали город Баллов. В нем есть спортклуб, школа и церковь. А также спар. Ну, магазин с продуктами. И чуть в отдалении от города, ближе к побережью, которая слева, там пасекам. Делают пчел. В отзывах советуют заезжать туда туристам. Во время гонки, наверное, здесь по дороге такое же жжание, что пчелы конфузятся. Думают, что еще один улей прилетел на разборки. Пугаются. И тут же выделяют гигантские количества меда. Скорость сейчас 225 км в час. Вы такие, как он видит, как он видит. Я смотрю на приборную панель, у него там маленькими циферками иногда смазывается. Да всегда смазывается, но иногда четко видно мили. И сейчас там в районе 140 миль в час. Это 225 км в час. Наверное, сейчас уже быстрее. Ё-моё. Подъехали к деревне Салби. Здесь располагается Келла Дистиллерс. То есть дистилляторы Келла. Они делают коньяк и виски. На сайте пишут, что, дескать, они очень крутые, ребят, заказываем. Я почитал, посмотрел фотографии. Не заказал. Но я думаю, берут у них там в объемах больших. Потому что рядом с такими мотоциклетными гонками, наблюдая их вживую, трезвее, я думаю, ускоренно. Да, трясется, конечно, мощно. Видно было сейчас, что он как будто коснулся покрышкой бордюра. Или, как говорят в некоторых культурных местах, поребрика. Ой, как же его трясет. Там, наверное, такая нагрузка на руки. Представляете, вечно эти вибрации. Или это только челюсть у него болтается. Может быть, мы не знаем. Может, она была выбита в баре. А видео записывать надо было. Все-таки это реклама мотоциклов БМВ. Тут уже не отвертишься. Питер Хикман, кстати, отметил, что это новый мотоцикл с пробегом в 0 километров. Ну и, соответственно, после круга Isle of Man, Isle of Man, пробег будет уже 60 километров. Сейчас постепенно через поля, через деревенские виды мы постепенно доедем до города Рэмзи, который располагается на северном берегу острова Мэн. И там один из крупнейших портов всего, ну, как сказать, государства или некого государственного образования. Там есть королевский порт Квинспорт и второе по численности населения всего острова. Гигантское, 7800 человек. Ну, довольно быстро мы уже подъезжаем к Рэмзи. Сейчас его пригороды. Для тех, кто не хочет жить в шумном, вонючем, загрязненном городе. А жить хотят в отдельных домах. Вот уже пошли многоэтажки. Сейчас доедем до главной площади. Вот она слева была библиотека старинного классического вида. Слева гигантская парковка, простирающаяся на километры прям. Там Volkswagen, салон и сервис-центр. Ой, дорогие друзья, слушайте, какой город красивый, а? Спокойный, тихий. Ну, кроме как, когда байкеры, конечно, проезжают. Но это, наверное, в любом крупном городе такое есть. А Рэмзи – это второй по величине город, так что довольно крупный. Нет, ну, здесь прогуляться, подышать хотя бы. Там и воздух-то, наверное, должен быть чистый. Автомобили-то мало промышленности, так, наверное, и вовсе нет. Ну, кроме, конечно же, Kelly Distillers. Там, может, когда дистиллят и эти годы, так дым коромыслом стоит. Ну, цены в I love man я смотрел. Там на коттедже, например, на неделю взять. Ну, в сельской местности, конечно, пешком нужно будет идти до Рэмзи. Или воспользоваться автобусами. Автобусы маршрутные здесь ходят. Так вот, там получается где-то 500 фунтов на неделю. Это где-то 55 тысяч рублей, чтобы пожить в таких вот прекрасных краях. Ну, плюс еда еще, наверное, дорогая на острове, понятно. Но если это сделать прям своей мечтой, задаться целью, то, конечно, реально посетить, да. Но, с другой стороны, когда начнешь все считать, транспортные расходы, то, в общем-то, задумаешься, что и в России есть подобные места. С такими закатами, полями и городками. Правда, отделка домов внешне будет, ну, несколько более подоблупившейся, возможно. Ну, так надо и поискать еще. Кстати, я вот на самом деле про русский туризм не особо сведущую. Я слышал, сейчас поднимают голову Алтай с его какими-то суперкрасотами, мегакрасотами прям говорят. Да и вообще много в России городов, про которые прям пишут, что, дескать, жемчужина русского туризма. И у нас этого жемчуга прям, ну, не горсть, а даже более. Гора, наверное, жемчуга наберется на всю страну. Она же огромная. Поэтому посетить есть что и, ну, не сказать, чтобы дешево, но подешевле, наверное, чем Остров Мэн. Хотя, когда видео смотришь именно про Остров Мэн, то это, наверное, все-таки поактуальнее будет и повпечатляюще. Тем более на такой скорости, ребят, это, конечно, в душу западает серьезно. Скорость и временем опять 220 километров в час. Гонит очень быстро, но дорога почти прямая с небольшим задвигом с загибом направо. Бескрайние поля. Ну, кстати, поля становятся крайними, конечно, когда у тебя такой скоростной мотоцикл, и ты на нем гонишь на полную. Не на полную, кстати. БВ-H4 рейс вообще-то свыше 300 километров в час способен развивать. Это ладно. Я погуглил и сказал, что же все эти поля значат, что же выращивают на Острове Мэн. Так и не нашел. Вы скажете, так понятно, они выращивают там какую-то траву. А я скажу, ну, может быть и траву, но разве это разрешено там? Справа проезжаем некую будочку. Рядом с этой будочкой считается один из лучших видов на всю гонку Isle of Man TT. Ну, видимо, хорошая видимость и направо, и налево. Можно пофоткаться, посмотреть на проходящих на гигантской скорости мимо тебя мотоциклистов. В будочке, я предполагаю, информации об этом я не нашел, но предполагаю, что в будке сидят, продают сувениры. Скоро справа будет одна из будочек. Мемориал Леса Грэгома, который разбился насмерть на этой гонке в 1953 году. Всего же в этой гонке Isle of Man TT было 269 смертей. Последний из них вот 22 августа 2023 года в городке Киркмайкл, который мы уже проехали. Но это гонщики. Также еще двое прохожих, ну или стоячих зрителей. Один в 1939 и один в 2005. Скончались в результате столкновений. Сейчас еще какое-то время будут горные пейзажи. И постепенно спустимся с гор обратно в столицу острова Мэн. Город Дуглас. Довольно большой там, 26 тысяч населения. Мега столица. Еще раз глядя на эти пейзажи, я, конечно, не могу не ловить себя на мысли, что какие же они красивые и как все сжато. Как в какой-нибудь видеоигре, да? Типа GTA V что ли? То есть в плане туризма на острове Мэн, его можно объехать довольно быстро. Устроит роуд-трип. Вот сейчас, например, мы объехали пол острова, может даже чуть больше. За 20 минут. Но это из супергига скорости. А, например, за 2 часа можно устроить себе прогулку с лицезрением видов. А часов на 6, так и вовсе путешествие с посещением кафе и местных достопримечательностей. И не надоедает, потому что, конечно, эти бескрайние поля смотреть, в них прогуляться. Ну, на полчаса, я думаю, максимум. Прикоснуться к траве. Смотрите-ка, да, видимо, и на самом деле выращивают здесь траву. И вот к ней прикоснуться. Камни есть от неких древних замков, возможно. А может быть, это стилизация под классический стиль. Даже не викторианский, а средневековый. Скорость все так же восхитительна и крайне зрелищна. Ну так, 130-140 миль в час во время разгонов. Это примерно 220 километров в час. Очень близко сейчас камера была к столбикам. Камера-то на подбородке, соответственно, лоб у него выше, еще ближе к столбикам. Снова берет разгон, снова в районе 140 миль в час. У него видно на приборной панели. Но впереди уже многоквартирные дома, цивилизация. А, нет, дорогие зрители, извините, обманул. Это паб Крэгнюба. Причем у них меню типа бизнес-ланча. То есть есть наборы там, салаты такие-то, основные блюда такие-то, напитки такие-то. Выбираешь три блюда. И стоит это в районе трех тысяч рублей. Трех с половиной тысяч рублей. Также есть буфеты. Это, видимо, в стиле накорми себя сам. Съешь сколько сможешь, но не выноси. Иначе затеряешься в этой траве. Ну и вот вы видели, это здание стоит посреди просто трассы. До него поля и горы, после него поля, горы, но уже с кустами. А сейчас начинаются деревья. То есть дотуда только ехать на автомобилях. Или, возможно, автобусы завозят туда туристов. Видно, уже наступают пригороды Дугла со столицы. Примерно через минуту заезд должен уже окончиться. И вы знаете, дорогие зрители, я не ожидал, что будет так интересно. На самом деле, классную экскурсию нам показал Питер Хикман по острову Мэн. Довольно экзотическому месту. Ну да, конечно, видна старая Англия, если можно так выразиться. Не сказать, чтобы это была сильная экзотика. Но экзотика в плане местоположения на острове. Некого политического такого специфического положения в иерархии британской короны. Что интересно, мы особо не видели людей, кроме зрителей, которые стояли прямо рядом с дорогой и смотрели на нее. Хотя в городах проезжали. Возможно, это из-за того, что дороги перекрыты специально ради рекламного заезда БМВ и Питера Хикмана на этом БМВ. Хотя перекрыли все города. Может быть, конечно, хочется думать, что уже вечером на закате дня люди не выходят на улицу. Они сидят дома и пьют чай. Горячий с лимоном. И это тихая жизнь на острове. Куда идти вечером? Все уже закрыто. Куда ты пойдешь? В поле подышать? А может быть, к бутылке приложиться там в траве? Может быть. Но они тогда уже лежат на земле, поэтому-то их и не видно. А вот Питер Хикман и доехал до конца трассы. Дорогие зрители, надеюсь, вам понравилось это видео. Я, если честно, под большим впечатлением. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания.